Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в сексе с комментариями, если они, конечно же, есть, и не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы размещаем и постим большое количество аналитического контента вам в помощь. Друзья, сегодня стартует симпозиум Джексон Холли. Нас, конечно же, первый день не особо интересует, потому что важнее всего дождаться выступления Паула, оно запланировано только лишь на завтрашний день, на пятницу. Поэтому еще раз отмечаю, что закрытие этой недели будет крайне волатильным и интересным. И как один из, пожалуй, фанатичных покупателей доллара, я рассчитываю на то, что риторика Паула будет носить жесткий характер и, соответственно, под конец недели индекс доллара сможет прорваться выше сопротивления 109 пунктов, что окажет давление на все рисковые инструменты. Что касается отчетов фундаментальных релизов сегодняшнего дня, то давайте обратим внимание на релиз IFO Германии по бизнес-оптимизму. Он будет опубликован в 8.00 по GMT. Далее эстафету перехватит статистика США в 12.30 по GMT. Это первичные заявки на пособие по безработице и годовые данные по ВВП. Но это квартальная оценка за второй квартал, там цифры нам уже более-менее известны, но минус 0.8, минус 0.9, около того, то есть вряд ли эта статистика сможет внести какой-то серьезный вклад в то, что происходит с долларом. И я, в принципе, уверен, что сегодня участники рынка будут сохранять, проявлять, так будет лучше, осторожность в преддверии как раз выступления Джерома Паула. Кто-то предпочтет вовсе дождаться его завершения этого симпозиума и действовать после того, как станет известно и на рынке появятся дополнительные вводные. Кто-то, может быть, начнет рисковать уже непосредственно перед самим выступлением Паула, которое начнется, скажем, ближе к началу американской торговой сессии. Индекс доллара на данный момент котируется на отметке 108.35. За последние торговые сессии ситуация особо не изменилась, как был на максимум больше, чем за 20 лет, так он там и остается. Главный вывод, который мы можем сделать, это вывод, который транслируется еще с прошлых брифингов, что сейчас на настроении трейдеров напрямую влияют то, как участники рынка закладываются под следующее повышение процентной ставки в сентябре. И тут нужно отметить, друзья, что на перспективу повышения процентной ставки очень сильно сейчас влияет статистика. Мы видим, как на каждый релиз трейдеры реагируют с крайней чувствительностью, опять же, торговой сессии вторника, да и вчерашний день это доказывают. Сразу же после выхода отчета во вторник это были PMI производственного сектора сферы услуга, а вчера данные по заказам товара длительного пользования. После выхода релиза, который разочаровали на самом деле, оказались хуже, чем ожидалось, и доллар локально снижается. Ну, правда, быстро его выкупают. Это доказывает то, что участники рынка, прежде всего, смотрят и оценивают вероятность того, как далеко может зайти Федрезерв в плане повышения процентной ставки в сентябре. Сейчас можно сказать, если чуть-чуть округлить, что трейдеры оценивают одинаковую вероятность повышения ставки в сентябре на 50 байсных пунктов и на 75. Но чем больше будет сильной статистики до начала сентябрьского заседания, тем выше будет вероятность того, что ФРС пойдет на более агрессивный шаг и на более активное повышение процентной ставки. Я за то, чтобы к сентябрю вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов выросла до 70-80%, и я думаю, что вот где-то там эту вероятность мы увидим. И очень многое будет зависеть, опять же, от того, что скажет Паул завтра. И я сторонник того, что риторика будет ястребиной, он снова подтвердит необходимость и уместность продолжения ужесточения монетарной политики, потому что индекс потребительских цен, инфляция по-прежнему очень сильно отстает от целевого значения. Напомню, что сейчас инфляция в США 80,5%, цель Федрезерва в районе 2%. И если анализировать базовую инфляцию, она находится также существенно выше, втрое выше цели, на отметке 5,9%, и пока что, друзья, не снижается, а продолжает расти. Поэтому в сухом остатке у нас получается, что нужно сейчас, опять же, накопить достаточно сил, чтобы помочь индексу доллара прорваться выше 109 пунктов, и я думаю, что топливом для вот этого восходящего движения как раз будет завтрашнее выступление Паула. Золото я держу в длинную позицию, 1755 долларов за тройскую унцию, ничего не изменилось. Европейская валюта против доллара 0,9985, здесь тоже какие-то коррективы мы вносить не будем. Временная коррекция по доллару стала причиной временного роста рисковых инструментов. Евро смог снова приблизиться к паритетному значению, но я думаю, что курс евро ниже паритета – это уже новая реальность, к которой стоит привыкать. Если вы не пробовали рисковать зашортить евро, когда этот инструмент был выше паритета, когда я говорил «продавайте», то тогда сейчас есть еще возможность присмотреться к этим коротким позициям и сделать ставку у нас этого инструмента с целями 0,97-0,96. Напомню, друзья, что основной причиной снижения евро сейчас является ухудшение европейской экономической статистики, конъюнктуры на фоне усиливающегося и развивающегося аналитического кризиса. Уже на следующей неделе «Газпром» перекроет вентиль газа и Европа останется без поставок голубого топлива. Да, пока предварительно все в соответствии с ожиданиями того, что это временная плановая работа и поставки будут прекращены сроком на три дня. Ну, а что если нет? Я допускаю, что срок простоя северного потока будет более значительным и со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для евро. Британская валюта. Цели от Morgan Stanley 1,15. Кстати говоря, именно эксперты Morgan Stanley первыми прогнозировали, ну, за исключением нас, мы сделали первый акцент на то, что будет пробитый уровень поддержки 1,20. Но они поддержали эту точку зрения. Сейчас цели от Morgan Stanley 1,15. И опять же, слабость фунта обусловлена крайне печальной статистикой, указывающей на то, что британская экономика уже в рецессии. Эта рецессия затянется на долгий период времени. Американский фондовый рынок. Ждем ниже 4000 пунктов. Это по индексу S&P. И делая ставку на снижение американской фонды, разумеется, нужно пока скептически относиться к росту рынка криптовалют. По биткоину я жду закрепления этого инструмента ниже 20 тысяч. Причем допускаю, что это может произойти, возможно, уже, друзья, в эти выходные. Ну, опять же, как резонанс на выступление Павла, который может обвалить фондовый рынок. Пока в субботу и воскресенье еще традиционные рынки не работают, на крипту может прийти очень много негативно настроенных инвесторов, которые сделают от своего грязного дела и отправят курсы ниже психологического уровня поддержки. И пару слов еще про рынок нефти. Были вопросы, что там происходит. 101,18. 101 доллар, 18 центов. Сейчас по бренду рост значительный за последние несколько торговых сессий, буквально на 5-6% или даже 5-7%. И это реакция на комментарии Саудовской Аравии о том, что данный регион и, по сути, можно сказать, страна ОПЕК допускают возможность снижения объемов нефтедобычи. Это не оговорка, друзья, не увеличение, а снижение. Основной аргумент якобы фьючерсный рынок, рынок физического товара очень сильно сейчас не соответствует фундаментальным показателям. Саудовская Аравия хочет навести порядок. Видимо, считают, что снижение добычи и последующий рост цен на бренды WTI – это основа для будущего порядка. Ну, не знаю. Хочется отметить от себя, что комментарий Саудовской Аравии последовал буквально за сообщениями о том, что Запад и Тегеран, Иран, очень близки к соглашению по ядерной сделке. Что, напомню, позволит снять санкции с Ирана и выйти иранским производителям на международный рынок нефти в качайшие сроки от 3 до 6 месяцев вернуть на рынок примерно до миллиона баррелей в сутки. Вот это, конечно же, много. Это то предложение, которое реально может привести к снижению стоимости черного золота и уважит вот эти запросы, постоянно поступающие ранее от США о том, чтобы, ну, хоть кто-нибудь пусть создат условия, при которых снизится цена на нефть, потому что снижение цен на нефть приведет к снижению цены на топливо на американском рынке, позволит ФРС больше не повышать процветные ставки и, в принципе, создаст идеальные условия для того, чтобы экономика дальше восстанавливалась. Но Саудовская Аравия самим фактом того, что допускают возможность снижения добычи, доказывает, что просто так Ирану вернуться на рынок не даст. То есть даже если это возвращение будет, то Саудовская Аравия, Саудиорамка, которая привыкла к областнословной прибыли за последний квартал, держит руку на пульсе и при необходимости готова будет скорректировать предложение, чтобы все-таки удержать цены на нефть на высоких значениях. Для меня это хорошая новость, потому что это доказывает, что ОПЕК не даст рынку нефти обвалиться. Осталось только найти хорошую точку входа, но я думаю, что до заседания ОПЕК делать этого не нужно, то есть залазить в рынок не стоит. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok